Здравствуйте! В этом видео мы нарисуем ночной пейзаж с луной. Начнем с черной краски. Берем черную краску и начинаем закрашивать небо сверху. Краску берем густо, толстым слоем. Посмотрите, что бумага не просвечивалась. Верхняя часть неба будет черная. Дальше моем кисточку и будем постепенно высветлять, чтобы небо было более интересным. Вторая часть неба будет синим. У меня синий, который ближе к небесно-голубому, но можно брать любой. Я беру синий, добавляю туда капельку черного, чуть-чуть черного и чуть-чуть белого. Небо у меня будет чуть больше, чем половина. То есть линия горизонта ее можно или вверх поднимать или вниз, а вот в центре не делайте. То есть чего-то больше или небо или воды. Здесь у нас будет небо сверху, а снизу будет вода и луна. И вот эта вот средняя часть неба у меня получается синенькая, а нижняя часть неба будет самая светлая. А теперь я беру чуть-чуть беленького больше, добавляю сюда и рисую. Нужно посмотреть, где у меня середина, чтобы небо было побольше, чем воды. Это вот нижняя часть должна быть самая светлая. Нижняя часть неба. Но при этом, так как у нас ночь, она не белая, а какая-то светлая или средне-голубая. И мы прокрываем эту нижнюю часть неба. Линию горизонта можно подровнять. Чуть-чуть. Это будет линия горизонта, где небо соединяется с водой. Ну вот получилось темная, средняя и светлая часть неба. Небо побольше, воды поменьше. Еще раз повторяю. Теперь я мою кисточку, вытираю ее по салфеточку и начинаю размывать границы между светло-синим и средне-синим. Делаем переходики. Всегда в таких простых пейзажах важны плавные переходики. Чуть-чуть размываем. Если что-то не хватает, добавляем где-то. Что-то где-то можно добавлять. Если какой-то цвет слишком сильно размылся, можно добавлять. И теперь границу между средне-синим и черным тоже размываем. Получается ночное небо. Пока оно будет сохнуть, мы нарисуем воду. Ну и вот получился переходик. А каких-то резких линий у меня нет, не осталось. Если у вас есть линии, можно еще раз подразмыть, помыть кисточку и подразмыть. Если краска просвечивается, можно где-то погуще наложить. То есть посмотрите, посмотрите, чтобы было плавно. И теперь нижняя часть это будет вода. Вода, какая-то речка или море. Давайте начнем со светлой части. Вот тот же самый цвет это может быть. Можно даже сделать более серым. Но он должен быть светлым. Давайте сделаем. То есть можно сделать или темнее, чем небо, или светлее. Давайте сделаем чуть-чуть посветлее, но вы можете сделать и потемнее. То есть и так, и так. Главное, чтобы не сливалось. Основная задача, чтобы не сливалось, а чтобы отделялось. Верхняя часть воды, вот она какая-то серовато-голубоватая. Потом добавляем синего. Тоже вот с черным его можно смешать. Какая-то вот средняя часть. Ну давайте побольше серенького, чтобы это было посерее. Посерее. Но не слишком темно. А нижняя часть пусть будет самая темная, но тоже с добавлением черного. Какая-то совсем темно-серая, с синим оттенком. Можно даже сделать почти что черную. К низу даже можно и подчернить прям еще больше. И теперь делаем плавно переходик. Линия горизонта у нас четкая. Мы ее не размываем, а размываем между светлым и средним сначала. Это у нас все вода. Какая-то речка или море, на которой будет лунная дорожка. Если где-то что-то сильно размылось, можно добавлять. Не забывайте об этом. И теперь здесь. Нижнюю часть тоже мы подразмываем, чтобы получались плавные переходики. Вот получилась ночь разнообразная. Теперь будем рисовать луну. Для луны возьмем средненькую кисточку или тоненькую. Может быть даже тонкую. Если нужно, помойте кисточку, поменяйте воду. Потому что луна у нас будет светлая. Если чернота подмешается, будет серая, некрасивая. Луна у нас будет белая. Она может быть ближе к низу или ближе к верху. Посмотрите, как вам больше нравится. Я, наверное, опущу ее ближе к низу, ближе к линии горизонта. И по размеру тоже делайте любой. Бывает огромная луна. Когда она только поднимается из-за горизонта, бывает, что она очень большая. А бывает, что маленькая. Здесь уже делайте, как у вас получится. Круг, конечно же, будет не идеальный. Не старайтесь прямо сделать его как по циркулю. Делайте так тоже, как получается. Потому что это сложно рисовать ровные круги. Теперь у нас будет отражение в воде. Здесь важно взять тоненькую кисточку и разбавить с водой. Еще что хочу сказать. Если вы хотите сделать желтой луну, то смешайте белый с желтым. Не делайте чисто желтым. Чисто желтый не перекроет. Можно сделать белый с желтым. Но лучше попроще в начале попробовать белым. И вот под этой луной мы начинаем рисовать лунную дорожку. Лунные дорожки бывают очень разными. Все зависит от ветра, от течения воды. Бывает рябь на воде и лунная дорожка вообще не отражается. А бывает, что гладкая поверхность, как зеркало, когда безветрено. И она тогда очень хорошо отражается. Поэтому она бывает разная. Не только какая-то одна. Бывают, что длинненькие полосочки. Бывают, что наоборот, короткие полосочки. Она может сюда расширяться к низу. Может быть одинаковой. Если это зеркало, то она отражается одинаково. Она не расширяется. Если это как зеркало, то эффект зеркальный. Можно сделать какие-то волны. Чуть-чуть. Какое-то количество. Небольшое. Тоненькие. Главное, чтобы они были. То есть на волнах отблески луны. И там вот вдалеке, чтобы как-то немножко больше отделить. Можно чуть-чуть так вот продлить. Чтобы больше отделить воду. Можно это делать, можно не делать. Такое бывает. Но важно, чтобы не получилось очень ярко. Потому что все-таки это вдалеке. Линия горизонта. Там не должно быть контраста. То есть там почти что сливается у нас с небом. Все. Так чуть-чуть отделили и вставляем. Можно сделать свечение вокруг луны. Но это не обязательно. Сейчас покажу как. Пока не делайте, посмотрите. Если захотите, сделайте. Если не захотите, то можно без него. Бывает, что и без него. Ставим точечки. Вокруг луны беленькие. Потом моем. И также чуть-чуть водичкой размываем. Это вот можно поближе сделать. Бывает такой вот ореол вокруг луны. Светленький. Он может получиться, но может в первый раз не получится. Потренируйтесь несколько раз. И вот так вот. Чуть-чуть. Да, вот мы подразмываем. Как бы намеком. Сейчас пока у меня мокро. выглядит странно пока. Но когда подсохнет, будет видно, что он чуть-чуть светлее. То есть это у меня просто пока вода отражается. Примерно так получается. Еще раз повторю, это делать не обязательно. И теперь звездочки. Самой тоненькой кисточкой я нарисую какие-то. Прям вот еле касаюсь. Еле касаюсь и можно потом побрызгать. Интересно, когда звездочки не одинаковые и не на одинаковом расстоянии. А вот если их сделать как-то одинаково, будет скучно. Постарайтесь делать тоненько. А если у вас нет тонкой кисточки, можно другим кончиком вот этим. Можно сделать какой-нибудь спичкой, чтобы они были малюсенькие. Так. А можно побрызгать? Сейчас покажу, как побрызгать. Здесь вот стало похоже на туман. Попробуйте сначала побрызгать на бумажки, чтобы не испортить. Могут быть брызги очень крупные. Но брызгать нужно только на небо. на воду не нужно, если это звездочки. Ну а какие-то более мелкие звездочки. Ну вот и все. Сейчас посмотрим, какой у нас получился лунный пейзаж. Пейзаж под луной. Вот такой вот пейзаж. На этом мы заканчиваем. Спасибо за внимание. До свидания. Вот и земля. Спасибо, что ссылка тоже.